всем привет кто любит мохнатых чудовищ когда пчел расширять этот год нестандартный как всегда облетелись они у нас 7 марта и вроде как уже давно надо расширить но дело в том что у нас 7 марта облетелись там несколько дней было тепло потом лютые холода по минус 5 вот и пчелки наши что притормозили и сидели в клубах то есть массово сначала погнали расплод весной в марте потом дикие холода и они сели в клуба то есть нифига весеннего развития не получилось вот этот нестандартный сейчас вот в этот день половину пасеки уже можно расширять а половина еще нет вот как понять можно расширять или нет но я опять же про свой опыт рассказы ну а вы напишите в комментариях как вы думаете первое на что смотрим это чтобы ульяне открывать на пыльцу носят пчелы пыльцу или не носят так пойдем сейчас одну семью раскроем время смотреть я вам буду все показывать как там сейчас модно говорить распаковка сейчас распакуем улей посмотрим что тут у нас делается в общем не очень хороший старт в этот год эти морозы возвратные весенние наделали нам беды так у пыльца что делает пчелы по сразу после облета на первый день они облетываются немножко несут пыльцы а на второй на третий день они массово дня два три несут в улей пыльцу сразу после облета что в принципе они у нас в этом году и делали 7 марта то есть они массово заносят в улей пыльцу столько сколько им надо для выращивания расплода опять же напомню пчелы пыльцу прок не заготавливает они ее приносит ровно столько сколько им надо на ближайшее время для выращивания расплода то есть для выращивания расплода для одного круга и после этого когда пчелы занесли пыльцу они практически летать перестают совсем почему потому что матка закидывает ячейки яйцами пыльцу они принесли им больше не надо и все пчелы ранней весной когда они только начинают весной развиваться садятся на этот расплод и начинают греть и летать просто и некому вот в первые дни после облета они так интенсивно летают летают не 5 летает летает душа радуется а потом через недельку смотришь идешь по пасхе они вообще не летают ну там какая-то одна-две пчелы за водой полетели вот практически вся пасхе летать перестает это нормально так и должно быть потому что пчелы начинают греть расплод и вот семья 21 день вот рамка с пиргой лёгенькая рамка пустая с этой стороны пустая с этой стороны пирогой все забито видите все в пыльце это значит хороший признак если у них есть рамка с пыльцой это хорошо так мы и развернем ячейками в сторону гнезда раз они принесли пыльцу значит они собираются наращивать расплод они пыльцу принесли после облета и все и больше не тает и так вот до 21 дня до 21 дня после облета членая семья идет на спорт потому что останка обкинула гонод мира это новое щек не родилось только через на 21 день семья имеет на и меньший размер потому что старая пчелка отмерла но и не родилась а через 21 день челеная семья должна пойти вопрос это при нормальных условиях но не в этом году потому что в этом году 21 день не получился по-рубо что потому что на 10 дней куча морозов эти 10 дней и что надо к тем 21 добавить то есть они у нас через месяц пойдут только в рост и вот они в этот период сидят и греют расплод кельцу принесли за водой летали за водой они летают всегда и вот соответственно их в это время если семья ослабшая их надо сократить потому что уже борьба за тепло идет сразу первую весеннюю ревизию делайте после облета сократили и ждете считаете 21 день если нормальные условия у вас пчелиная семья начнет идти в рост и по пчелам сразу видно то есть им перга не надо было то есть пельца они не носили не носили а когда у них вылупилась вот эта первая пчелка которые они заложили сразу после облета она у них вышла опять же при нормальных условиях это где-то около четырех рамок расплода должно быть это пчелка выходит ячейки освобождаются пчелки становится больше потому что пчелка ж молодая рождается семья начинает расти и матка начинает интенсивно опять закладывать яйца до этого матка шланговала потому что потенциал матки после облета превосходит возможности пчел в выгревании и выкармливании расплода то есть матках после облета на сто процентов своей мощности никогда не работает а тут на втором круге когда уже вышел вот этот первый расплод появилась много пустых ячеек потому что пчелки жвешь ли обычно это совпадает с цветением садов матка начинает интенсивно положить яйца потому что во-первых чего стало больше пчелы стала молодой больше который может кормить матка начинает разгуливаться начинает закидывать все растон то есть она выходит на свой максимум и в этом время чокам опять надо пыльцам потому что матка жгут яйца надо пыльца опять же кормить это сами личинки и тут пчелы опять начинает массово тянуть пыльцу вот когда пчелы второй раз начали массово тянуть пыльцу пора расширять опять же повторяем первый раз они несут пыльцу сразу после оплета для первого расплода потом затихает никто ничего не носит потому что только греют а матка больше не может отложить яйца потому что они больше не могут обогреть то есть матка тормозится в яйцекладке и после того как молоденькая пчелка выйдет семья пойдет в рост это где-то через 21 день они второй раз начинают носить массово пыльцу и вот это уже время когда надо задуматься о расширении пчелок значит с расширением лучше пчел немножко лишнего расширить чем скажем так держать их в ужатом состоянии потому что держать пчел в ужатом состоянии это значит очень сильно затормозить развитие семьи поэтому лично я так считаю что немножко пчел надо на перспективу в 10 дней держать немножко больше расширенными им допустим они должны были расширены именно на этот день потому что смотреть на перспективу 10 дней сколько там добавится пчелок за 10 дней но это соответственно если вы работаете по 10 дневному циклу потому что если у вас цикл другой немножко другая математика у меня на мусор или немножко улье засранки намусорили сейчас мусора в ульях тоже много потому что было холодно мусор то был они жестко выращивали они же не остановились они его не бросили они его спасали когда были мусовой температуры поэтому сейчас колоссальное потребление кормов очень много потребили кормов за эти 10 дней холодных и много на дне мусора но некоторые семьи уже его выбросили практически а некоторые еще не успели поэтому в ульях сейчас мусора много чок еще не прибрались у нас тепло грубо говоря только третий день вот видите опять вторая рамочка с расплодом по расплоду можно смотреть по расплоду вот видите расплод когда пчелкам холодно то они это додановская рамка они расплод выращивают ну допустим вот на полграмки а с этой стороны у них мед получается сейчас мы дойдем до крайних рамках там такая ситуация будет тут у них мед получается потому что это болезнь додановской рамки потому что пчелы не могут обогреть всю додановскую рамку ранней весной но когда пчелок уже стало много они расширились они начинают расплод выращивать от бруска бокового до бокового бруска от верхнего до нижнего тут видите расплод на всю рамку это значит что пчелки уже это гнездо хорошо горе Ci responsible вот уже можно расширять у них челочка лупиться то есть это расплод на выходе уже это видите такой пест 3 расплод получается вроде как решетчатых это потому что пчелки вышли уже вышли не так как они выходят неравномерно общаться такой пока стенки расплод как понять что пчелки вышли и не вышли видно что край ячеек он вроде как погрыжен все так когда выходит она Разгрызает крышечку и видно, что краешек Разгрыжен Это значит, что пчелка выходила Это не хозяйственная ячейка Там была пчелка, она вышла И перстенький расход не из-за того, что это болезнь какая-то А потому что пчелки выходят неравномерно Какая-то раньше, какая-то позже Получается такой вот расход Тут вот расход более сплошной И тоже видно, пчелки выходят Погрыженные крышечки, где пустые ячейки Видно, погрыженные, погрыженные Значит пчелка выходит И по самой рамке бегает молоденькая серенькая пчелка Ловенькая серенькая невзрачная пчелка Это значит она вылупилась И по этой же рамке и бегает И что? Расплод на выходе Семья сейчас идет в рост Выходит этот расплод И сейчас они массово понесут пыльцу Вот это второй признак того Что пчелы хорошо греют гнездо Раз они хорошо его греют То можно их расширять Если семья хорошая То можно расширять до 10-12 рамочного стандарта А если семья хиленькая То тогда немножко меньше Тогда можно расширять по 1-2 рамки Много не надо Потому что холодно А когда семья хорошая Сразу раз и 12 рамочный стандарт И голова у вас не брит Опять видите расплод Опять же пчелки выходят Выходят крышечки разгрыженные И вот покажу ближе Видите на этой рамке Разновозрастной расплод Есть запечатанная взрослая пчелка Которая будет приходить И в разброс как-нибудь Вот есть личинки Которые уже выкормлены То есть червячки большие А есть только и яйца То есть в перемешку идет расплод Разновозрастной На одной рамке в перемешку Несплошным ковром Вот это ранневесенняя кладка матки Потому что холодно Пчелки греют А у нас еще ж холода были Как только пчелка из ячейки выскочила Вылупилась Матка туда же раз И яичко положила Так как пчелки вылупляются Не сразу в один день А постепенно То и яйца она ложит постепенно И получается Вот разновозрастной расплод На рамке Вот это вот Холода Холода Это признак холодной весны Вот когда весна холодная Всегда рамки вот с таким вот расплодом Когда на одном пятачке Вроде должен быть Одного возраста расплод А он разного возраста Такие вот дела Так что По всей красе Холода нам сказывается Нехорошо этот год начался Вот Так вот Когда пчелы второй раз Масло понесли пыльцу То с того времени Они уже пыльцу будут носить Все время То есть Они второй раз Понесли пыльцу массово И теперь будут носить пыльцу Каждый день Понемножку Потому что семья расширяется И матка Начинает закидывать все яйцами Закидывает 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 Вот И постоянно требуется Пыльца 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 И вот они уже пыльцут Это будут носить Постоянно Опять же видите Расплод Пыльца Вокруг расплода Вот Пятачок расплода Куча пыльцы вокруг Вот Вот и матка бегает С меткой На самой крайней рамке То есть она уже перебежала Через пыльцу Вот это была крайняя рамка Вот маточка бегает Раз Тут пыльца на этой рамке Значит это была Последняя рамка Гнездовая Потому что пыльцо Они складывают На последних Гнездовых рамках Если матка уже на этой стороне перебежала через пыльцу это значит что это значит что она уже сама себя начала расширять перебежала через пыльцу потому что раньше был расплод 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 и по краям гнезда перговые рамки пчелки этой семье тут на 3-4 рамках сидели а сейчас матка уже перебежала на другую сторону значит что просит расширения тоже признак если матка побежала яйца откладывать через пыльцовую рамку значит она пошла на расширение уже делать нечего места не хватает она ищет ячейку чтобы яйцо отложить и побежала на другую сторону рамка вся занята свеженьким нектаром потому что садки цветут они принесли что надо сделать надо маточки подбросить сюда рамочки чтобы она откладывала яйца потому что что потому что некуда наматка бедная уже аж пищит просит чтобы ее расширили на этом надо поставить ей рамочку под засев пару штук на рамочка счет надо поставить потому что это медовая рамка нас не может медовую рамку засеять яйца а эта рамка полностью залита медом поэтому она может через нее не перебежать вот эта рамка может сыграть заставной доски и получится ерунда поэтому надо что надо ей рамочку под засевать и вторую рамочку под засевать сейчас они воску не выделяют строить не будут потому что нету побелки вроде садки цветут но холодно что вы хотите холодно когда холодное растение ничего не выделяется поэтому побелки нету пищи но они сейчас будут тянуть не ахтика хорошо подождем в общем надо сделать контрольный осмотр через дней пять тут все должно меняться тут теперь ульях будет меняться все каждый божий день каждый божий день будут новости ульях тут семьи пошли уже в рост все перезимовали можно сказать растем понемножку и это хорошо это уже более радостно хотя пчелы в этом году ну лично у нас развивается из рук вон плохо очень плохо потому что холодно холодно тепло это такой же ресурс как и пельца и мед вот корм у них есть корм дать не проблема пельцы сейчас при воде тоже хватает потому что садки зацвели тоже не проблема вот проблема это тепло тепло это проблема воды есть тепла нету и мы присели на задницу с пчеловодством там люди комментариях уже пишут что у них матушники вешают раица хотят у нас дроение еще далеко у нас дроение еще как минимум дней 20 до первого роя даже хорошие такие семьи там еще нету намека на раение у нас пчелы только переходят на второй круг сейчас вот матки начнут работать в полную мощность то есть у нас молоденькая пчелка уже родится как видите из рамок рамки на выходе дней 5 вся молодая пчелка выйдет чего резко прибавится и тогда начнутся правильные пчеловодства матка засеет яйца и через 20 пойдут раи но сейчас пока нет еще есть один признак конечно когда пчелки вот идут на второй круг приходите три часа на пасеку потому что молоденькая пчелка облетается с 3 по 6 часов вечера то есть 3 до 6 часов и если у вас массово родится молоденькая пчелка то есть выходит из расхода вот как у меня то с 3 по 6 часов у вас вся пасека будет на облетах будут массовые облеты молодой пчелки и будете видеть что этой пчелки молодой облетывается тьмище то есть тучи будут возле ульевский отъеда тоже признак того что пчелка родится пора расширять потому что пчелка молоденькая облетается. По облетам тоже можно смотреть, потому что пока пчелка не родится, то облеты есть, но такие не сильно мощные. Как только пошли мощные облеты, пора расширять. Поэтому можно смотреть по гнезду, перебежала матка, не перебежала потому что носит пыльцу и по облетам. Вот вам признаки, что пчелок пора расширять. Так, у нас сегодня такое видео. Ставим лайк ему понравилось, но не питомнику, все равно лайк, потому что я очень жален. И передаем привет моим мохнатеньким чудовищам. Вот, вроде и слива цветет, а пчел на цветках нету. Ну, нету пчел на цветках хоть плачь, не летают. Значит, тут нету нектара, ничего не выделяется. Ну, ладно.